Митраша по Илане шел вначале лучше даже, чем раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшные силы в длинной ноге, и главное, он не задумывается, не мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колено. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из Илани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческому. «Перескочу», — сказал он, — и рванулся. Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, пропадать так уж пропадать, на авось рванулся еще и еще и еще, и почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было. При малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно — положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал. Снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой. Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик. «Митраша!» Он ей ответил. Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону блудового болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему, и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать. Одни вроде «Дритити!», другие «Дра-та-та!» — дрон-тон, — крикнул ворон сверху. И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление. Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками потекли слезы. Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику. Та растет, и ее видишь, стебелечек тоненький, тянется вверх по стебельку, как крылышки в разные стороны, зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки, синим пушком. Также брусника. Кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубик кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. А в глухих местах, где живет огромная птица-глухарь, встречается костяника, краснорубиновая ягода с кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна единственная ягода-клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь, вот кто-то клюкву рассыпал. Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь, и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. То ли, что клюква, ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная, и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла, и отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела, да так и промаялась до ночи возле полной корзины. А то, бывает, женщина нападет на ягоду, и, оглядев кругом, не видит ли кто, приляжет к земле на мокрое болото и ползет. Вначале Настя, срывая с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле, но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестало, ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой все чаще и чаще, а хочется все больше и больше. Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла, и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше. Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с метрашей? Именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюкву ведет туда, и она, Настя, незаметно сошла с набитой тропы. Было только один раз, вроде пробуждения, она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы, повернула туда, где показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева, сухие, с голыми сучьями. Там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю вспомнить ей про компас, как о нем говорил метраша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним. И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквенице достанется хоть раз в жизни своей увидеть. В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая слепую елань, обе сходились на сухой речке. И там, за сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настя на тропа огибала по суходолу слепую елань. Митраша на тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда метраша стремился по компасу. — Приди сюда, метраша голодный и без корзины, что б ему было тут делать на этой палестинке кроваво-красного цвета? На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой. И опять бы девочки, похожие на золотую курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему. — Милый друг, мы пришли! — Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. — Сколько же ты, ворон, видел и знаешь! И отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте, от своей отчаянной и бессмысленной смелости? — Ты бы, ворон, сказал им! — Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека. — Слышу! Точно в таком же дрон-тон, — ответила ему на гнезде ворониха, — только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото. — Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И этот дрон-тон у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется. На самой середине Палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистый куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан-лось. Посмотреть на него с одной стороны, покажется, он похож на быка. Посмотреть с другой — лошадь-лошадь, и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Ну, как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь, а, может быть, и нет ничего, ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву, и на нежной осинке остается узкая белая полоска, это чудовище так кормится. Да, почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и в лепестках болотного трелисника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде-клюкве? Лось, обдирая осинку с высоты своей, спокойно глядит на ползущую девочку. Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню, еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ножках. Лось ее из-за человека не считает. У нее все повадки обычных зверей, на ких он смотрит равнодушно, как мы на бездушной камне. А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает ветереть воздух, и все кругом охлаждается, но пень черный и большой еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц. Четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками. Большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна громадная в полметра длиной вползла на пень и свернулась колечком на клюкве. А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы, и так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову. Тогда-то, наконец, Настя очнулась. Вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнула за синника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак. Испуганная лося, Настенька изумленно смотрела на змею. Гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака это была травка. И Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село, но кличку собаки вспомнить она не могла, верно, и крикнула ей «Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!» И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась. Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг. Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала «Братец! Митраша!» И рыдая упала возле корзины, наполненной клюквой. Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до Елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону. Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона. И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша. Последний порыв был, когда солнце погрузило, как будто под землю золотые ножки своего трона, и большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд Белобровик. Невесело, возле лежачего камня на успокоенных деревьях затаковал косач-тыковик, и журавлей прокричали три раза. Не как утром победа, а вроде как бы спите, но помните, мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим. День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях сухой речки. В это время, почуяв беду человеческую, травка подошла к рыдающей Насти и лизнула ее в соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву травка явственно чуяла хлеб, ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла. Мы как-то раз, помнится давным-давно, тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал «беда». Мы сами что-то услыхали. Что это? Беда какая-то. Собака воет в лесу. Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека. В полной тишине, когда выла травка, Серый сразу понял, что это было на Палестинке, и скорее-скорее замахал туда напрямик. Только очень скоро травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется. А травка в это время сама услышала в стороне лежачего камня знакомый, тоненький и редкий голосок «тяв-тяв». И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла, лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там на лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца, и тявкает она только, чтобы он бежал и морился. А когда у морицы и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С травкой после антипочи так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, травка охотилась по волчьему способу. Когда волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее. Так и она. Затаиваясь из-под гона лисицы, зайца ловила. Выслушав гон лисицы, травка, точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца. От лежачего камня заяц бежал на слепую елань, оттуда на сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку, и опять непременно к лежачему камню. Поняв это, она прибежала к лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника. Недолго пришлось травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого лежачего камня. Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска, и когда увидела уши, бросилась. Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле вздумал внезапно остановиться, и даже пристав на задние ноги послушать, далеко ли тявкает лисица. Так вот одновременно сошлись. Травка бросилась, а заяц остановился, и травку перенесло через заяца. Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по метрашенной тропе прямо на слепую елань. Тогда волчий способ охоты не удался. До темноты нельзя было ждать возвращения зайца, и травка своим собачьим способом бросилась во след зайцу, и, взвизгнув завиливисто мерным ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении слепой. Субтитры подогнал «Симон»